Если говорить о экономической теории, то базовая модель голландской болезни была разработана давно, в 1882 году, это модель торговли, в которой есть три сектора. Есть сектор торгуемых, неторгуемых товаров и есть сектор сырьевой. Три сектора у нас. Сырьевой сектор – это тот сектор, в котором мы обнаружили ресурсы. Например, нефть, может быть газ, металлы, удобрения, все что угодно. Торгуемые сектора – это те сектора, которые производят товары, которые можно легко продать за рубежом. Машины, компьютеры, одежда, обувь, продукты питания. То есть все это торгуется между странами. Есть секторы, производящие неторгуемые товары. Как я сказал, это услуги разного типа. Стрижка. Мне нужно пострижься. Я, конечно, могу съездить куда-нибудь в США, чтобы пострижься, вернуться обратно. Но это выйдет очень-очень дорого. То есть, по существу, это запретительные транспортные сдержки для того, чтобы мне использовать эту услугу. Поэтому я иду к ближайшему парикмахеру и делаю себе стрижку. Строительство. Дома. Вы, конечно, можете попытаться перевести дом где-нибудь из Испании сюда или наоборот, но мало кто так делает. Чтобы построить дом внутри страны, вам придется всего купить дом внутри страны, вам придется построить дом внутри страны. Карден и Нири выделяют два эффекта, называя их прямой деиндустриализацией и косвенной деиндустриализацией. Первый эффект, эффект перемещения, это прямой эффект. Он говорит о следующем. Если у вас обнаружились новые ресурсы нефти, соответственно, нужно добывать эту нефть. Нужны людские ресурсы, трудовые ресурсы. Где их брать? Получается, что сектор торговых товаров отдает часть своих ресурсов сектору сырьевому, и, соответственно, сектор сырьевого будет расти, а занятость в промышленности будет падать, и, соответственно, производство будет падать. Однако этот эффект не очень значительный, в силу того, что занятость сырьевом в секторе невысокая. Обычно производство нефти, газа, других сырьевых ресурсов требует много капитала, но не очень много труда по сравнению с сельским хозяйством, промышленностью и услугами. Гораздо более серьезен эффект расходов, который говорит о перемещении ресурсов из сектора торгуемых товаров, сектора неторгуемых товаров. То есть из промышленности в секторе услуг. Как это происходит, в принципе, я рассказал, когда мы говорили о реальном именном курсе. Мы обнаружили новые ресурсы, мы получаем большие доходы. Когда у нас большие доходы, мы можем их тратить на покупку новых товаров и услуг. Если мы их тратим внутри страны, мы тратим как на торгуемые товары, так и неторгуемые товары. Но в силу того, чтобы развестись больше неторгуемых товаров внутри страны, сразу мы не можем. Нам нужно больше капитала, больше труда в секторе неторгуемых товаров. Цены на неторгуемые товары начинают расти. То есть происходит увеличение цен на неторгуемые товары. В том числе и увеличение зарплат в секторе неторгуемых товаров. Однако для торгуемых товаров дела обстоят не так хорошо. У них есть конкуренты, иностранные конкуренты, у которых цены не растут. И поднять цены просто так наши производители машин не смогут. А зарплаты растут. Соответственно, перетекать будут люди, трудовые ресурсы из сектора промышленного в сектор услуг. То есть происходит косвенная деиндустриализация, которая говорит о том, что происходит перераспределение выпуска и занятости между сектором торгуемым и неторгуемым. То есть два этих механизма вместе говорят о том, что доля промышленности, занятости и выпуски будут сокращаться, если мы обнаружили новые ресурсы, либо поднялась цена на нефть. Следующий слайд, пожалуйста. Ой, предыдущий. Почему это болезнь? На самом деле это не болезнь, если посмотреть с точки зрения торговли. Когда мы обнаружили новые ресурсы, мы имеем сравнительное преимущество в производстве этих сырьевых ресурсов по сравнению с другими странами. Вы представьте, что вы раньше ездили на верблюде, у вас не было нефти, вы мечтали о производстве автомобиля. Но никакого опыта, технологий у вас не было. И вдруг вы пошли в пустыню, в широкое поле, воткнули палку и обнаружили фонтан нефти. Одновременно вы обнаружили очень выгодную технологию. А технология простая. Вы просто продаете эту нефть тому, кому она нужна, кто производит автомобили, и берете у этого товарища автомобиль. Вы пересаживаете с верблюдом на автомобиль. То есть торговля, сравнительное преимущество, очень мощный механизм. Он по существу однозначен росту производительности в стране. Казалось бы, ну давайте забудем об автомобилях, будем производить только нефть. В принципе, для стран, которые не имели раньше производства промышленности, никаких проблем не возникает. То есть не было промышленности, так и не будет. А вот для стран, у которых промышленность была, как в Голландии, Норвегии, могут возникнуть проблемы. Проблема следующего тока. Во-первых, ресурсы, они не вечны, когда-нибудь они закончатся. У кого-то раньше, у кого-то позже, но в конце концов они закончатся. И когда они закончатся, надо что-то производить, чтобы кушать. Соответственно, нужно производить промышленные товары. Обвернуть промышленный сектор не так-то легко. Для этого нужны технологии, знания. То есть этот сектор восстанавливается не очень быстро. Вы не можете его просто так взять и построить. Закатили и создали отрасль автомобилестроения. Закатили и создали отрасль нанотехнологий в пустыне. Тут нужны очень много факторов. Соответственно, возникает идея. А может, не надо закрывать собственное производство, а будем поддерживать за счет высоких пошлин, за счет субсидирования, за счет промышленной политики. Но я кажется, что эта политика очень часто плохо работает. То есть примеры единичные, когда она хорошо и удачно срабатывала. То есть на самом деле решение проблемы, конкретно этой проблемы, не очень легкое. Я назову пример удачный, потом неудачный, но это будет во второй половине лекции. И вторая проблема, которая связана с голодской болезнью, это то, что мы замещаем производство в секторе торгуемых товаров на сырьевой сектор. А вот сырьевой сектор имеет цены, которые очень волатильны. Цены на нефть могут меняться очень серьезно. Вчера они были 140, сегодня они 20. То есть в несколько раз. Цены на автомобили так не меняются. Цены на товары, продукты питания меняются сильно, но не настолько сильно. Цены на услуги почти не меняются. То есть волатильность сырьевых ресурсов очень высока. Но теперь вы производите очень много сырьевых ресурсов и продаете эти ресурсы за рубежом. Соответственно, ваш экспорт, поступление от экспорта в долларах США и ваши доходы государственные, которые вы получаете в виде налогов от этого экспорта, сильно зависят от цен на нефть. Они будут очень волатильны. А волатильность сама по себе очень плохо влияет на экономику. Она плохо влияет на инвестиции, она плохо влияет на бюджет. И мы разберем пример Венесуэлы, которая сильно страдает сегодня от такой волатильности. Россия, в принципе, тоже страдает. Все мы это испытываем на себе. То есть вторая проблема связана с тем, что мы увеличиваем производство в секторе, в котором очень высоко волатильность цен. То есть мы становимся более волатильны по сравнению с странами, которые имеют диверсифицированное производство. Хорошо. Следующий слайд. Вторая болезнь, но это даже не болезнь, это уже больше из области не медицины, а мистики, ресурсное проклятие. По существу ресурсное проклятие часто включает в себя голландскую болезнь, но это более широкое понятие. Что называют под ресурсным проклятием или парадоксом изобилия? Ресурсное проклятие – это следующая проблема. Страны, в которых очень много ресурсов, в среднем растут медленнее, чем страны, у которых экономика диверсифицирована. То есть темпы роста в экономике, долгосрочные темпы роста, не в конкретный год, а в течение длительного периода, немножко ниже, чем в странах, у которых экономика довольно-таки развита. Почему темпы роста экономики у таких стран низкие? Проблем, опять же, объяснений может быть несколько. Но мы уже рассказали про голландскую болезнь, которая говорит о том, что мы замещаем сектор промышленный на сектор сырьевой. А вот основной технологический прогресс происходит как раз в секторе промышленном. То есть экономический рост как раз достигается в промышленном секторе чаще всего, а не в секторе сырьевом. Соответственно, экономика, в которой больше сырьевого сектора, будет расти немножко медленнее. Это одно из объяснений. Вторая, опять же, волатильность. Высокая волатильность плохо работает для роста. Меньше инвестиций. Люди не стремятся инвестировать в экономику, в которой очень много неопределенности, в том числе экономически, связанную с ценами на нефть. Еще одно из объяснений – это то, что в странах, у которых очень много ресурсов, нет большой необходимости вкладываться в образование, в медицину, в инфраструктуру. Особенно в африканских странах это заметно. В таких странах практикуется так называемое рентоориентированное поведение. То есть мне не надо учиться. Я вижу, что у меня сосед берет автомат и идет добывать нефть вместе с группой наемников в Дельте-Нигере. Зачем мне учиться? Зачем мне тратить только ценное время на учебники? Зачем мне учиться на программиста или на инженера? Я стану чиновником и буду брать взятки и откаты. Соответственно, получать большие деньги за это. То есть стимул немножко работать не в ту сторону в странах, в которых очень много ресурсов. Особенно со стороны государства. То есть это часто приводит к тому, что такие страны мало вкладывают в развитие человеческого капитала, то есть в образование, инфраструктуру и здравоохранение. Но есть и другие примеры среди стран, которые пытаются диверсифицировать, в том числе страны авторитарные, такие как Саудовская Аравия, Объединенные Абрамские Эмираты, хотя, опять же, с переменным успехом. Ну и самые очевидные политические проблемы. Я уже, в принципе, упомянул коррупцию. Вооруженные конфликты, авторитарные режимы. Все это работает в взаимосвязи часто. Есть исследования, которые показывают, например, что в странах демократических увеличение ресурсов приводит к тому, что коррупция снижается. А в странах недемократических наоборот. То есть поведение крайне нелинейное. Взаимосвязь в нескольких факторах может быть. Но в целом очень много исследований, которые говорят часто о разных противоположных вещах. То есть здесь, как сказать конкретно, что, как и почему довольно-таки сложно. И решить эту проблему, опять же, простым решением не получится. То есть все знают, что африканские страны довольно-таки бедные. Многие пытаются развивать и образование, и инфраструктуру. И страны Персидского залива не очень образованные. И основная масса занятостей — это люди приезжие. То есть в Саудовск-Карай, например, лишь незначительная часть населения работает. И причем работает в основном государственном секторе. То есть основная занятость — это люди из-за рубежа. То есть есть проблемы с образованием, с здравоохранением, с инфраструктурой немножко полегче. Хорошо, давайте следующий слайд. Как решать проблемы ресурсного проклятия? Я сказал, не очень легко, да? А вот проблемы волатильности решаются довольно-таки просто. Мы знаем, что цены волатильны на нефть. Так давайте пытаться сглаживать. Вот если возвращаться к первому слайду, когда я рассказывал про игроков в футбольной лиге, давайте сберегать на будущее. То есть на те периоды, когда у нас будет падение доходов, мы сберегаем деньги в банковских счетах, в акциях и других активах. И когда приходит плохой момент, мы тратим эти деньги на нужды, которые у нас есть. И так же и со странами. Эти страны, которые экспортируют ресурсы, нефть, газ и так далее, могут создавать различного типа фонды. Так называемые фонды национального благосостояния. У этих фондов есть две цели. Часто они разделяются. Вот в России, например, два этих фонда разделяются. Первая цель – цель сберегательная. Мы знаем, что нефть закончится когда-нибудь. Почему мы должны тратить столько это на себя, а не для наших потомков? Кроме того, демография меняется. Люди стареют. Соответственно, в будущем большая часть молодых будет тратить больше налогов для того, чтобы прокормить больше стариков. Почему бы не отложить часть наших денег от нефти для пенсии будущих стариков и не облагать налогами будущих молодых? То есть первая цель – это сберегательная, так называемые фонды будущих поколений. И вторая цель, непосредственно связанная с волатильностью, это фонды стабилизационные. Мы пытаемся сберечь на черный день, то есть вкладываем в копилочку. Приходит плохой момент, цены на нефть падают, мы берем из этой копилочки и тратим на текущие нужды. Когда у нас цены на нефть высокие, мы наоборот, берем эти большие доходы и кладем в копилочку. Соответственно, получается, что мы избавляемся от проблемы того, что у нас доходы государства будут меняться вслед за ценами на нефть. То есть мы сглаживаем государственные доходы, и, соответственно, снижаются проблемы бюджета. Но есть и проблемы с стабилизационными фондами. Цены на нефть волатильны. Но более того, как говорят часто экономисты, они перзистивны, как это по-русски сказать. Они очень устойчивы. Другими словами, если цены на нефть упали, они могут держаться на низком уровне очень-очень долго. Если они выросли, опять же, они могут держаться на высоком уровне очень-очень долго. И вот представьте, что вы накапливали в течение 10 лет ваш большой фонд. У вас очень много денег в копилке. Цены на нефть падают. И как в 90-х, точнее, с 86-го года до 98-го, 99-го, держатся на низком уровне. Если вы будете поддерживать тот же уровень потребления, как и до падения цены на нефть, вы очень быстро потратите ваши сбережения. То есть суммы очень большие в вашей копилке, но тратятся они еще быстрее. Проблема перезистивности, она говорит о том, что истощаются стабилизационные фонды очень быстро. И, в принципе, в России это видно сейчас. То есть государство очень охотно тратит деньги из резервного фонда, потому что это может привести к тому, что они очень-очень быстро закончатся. Если цена на нефть не повысится. А надежда такая живет. Кроме того, фонды стабилизационные имеют очень-очень большой размер, и часто их упрекают в том, что они могут оказывать сильное влияние на отдельные финансовые рынки. То есть рынки не настолько ликвидны, чтобы поглотить весь этот объем средств, которые содержатся в фондах. Цены на нефть падают. Страны пытаются использовать свои стабилизационные фонды. Тратят, продают акции, продают облигации. Продавая акции и облигации, они, соответственно, снижают цены на эти активы. И это может привести к тому, что фондовые рынки будут, опять же, двигаться за счет продаж стабилизационных фондов. Многие фонды, особенно в Персидском заливе, упрекают в непрозрачности. То есть непонятно, какие цели, куда они тратят деньги, используют ли они для политических каких-то своих потребностей эти средства, кем они управляются. То есть очень много вопросов, связанных с регулированием, со стороны менеджментов фирм, которые вкладывают эти фонды. Ну, об этом, опять же, можно говорить очень долго. Следующий слайд. Здесь, в этой табличке указаны основные, крупнейшие суверенные фонды, фонды национального благосостояния. Фонды национального благосостояния есть не только у нефтяных стран. Есть фонды и металлические, медные фонды, например, у Чили есть. Есть фонды, абсолютно не связанные с сырьем, как в Китае и Сингапуре. То есть просто большой объем экспорта позволяет странам, таким как Китай и Сингапур, накапливать деньги в стабилизационных фондах. Так вот, что интересно. Самый крупный фонд, государственный пенсионный фонд Норвегии. Маленькая страна, 5 миллионов жителей. А сумма накоплена в 847 миллиардов долларов США. Они просто тратят все денежки, которые поступают от нефти, газа, кладут в копилочку. А тратят только проценты, живут только на сливки. Но близко также и фонды и других стран Персидского залива. Абу-Даби, Инвестмент Ассорицы, это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, крупный фонд. Это фонд, управляемый Центральным банком Саудовской Аравии. Катар, Квейт, то есть крупные страны, у которых очень много ресурсов, тоже кладут в копилочку. Следующий слайд. Но есть и другой механизм, как глаживать цены на нефть. Опять же, можно использовать самострахование, то есть использовать копилочку. Как я сказал, есть проблемы. А можно просто страховать. Как мы, например, когда нам нужно застраховать автомобиль или жилье, мы идем в страховую компанию и платим какую-то небольшую премию. Но если дом сгорит, нам страховая компания, может быть, выплатит что-то. Обычно должна по контракту. То же самое можно сделать с нефтью. Мы можем застраховать цены на нефть. В частности, Мексика довольно-таки долго, начиная с 90-х годов, использует этот механизм. Она хеджирует цены на нефть с использованием так называемых опционов на продажу нефти. Put Options. Это финансовый инструмент, который позволяет говорить о следующем. Вы идете, например, к какой-то банк, инвестиционный банк, коммерческий банк, и договариваете с ним, что он вам продает опцион. Опцион следующего типа. Например, давайте разберем пример для Мексики. В 2015 году я, руководитель Минфина и Мексики, иду в Merrill Lynch, либо Goldman Sachs, и говорю, продайте мне опционы на 220 миллионов баррелей по цене исполнения 76,4 доллара за баррель. Strike price для опциона. И если цена на нефть упадет ниже 76,4 в следующем году, то вы мне компенсируете мои потери от продажи нефти по более низкой цене. После чего в 2015 году Мексика очень сильно выиграла на этих опционах. Она получила 64 миллиарда долларов, хотя заплатила за премии всего 773 миллиона долларов. Но застраховала только часть своих доходов, она обычно страхует не все доходы. Что получилось? В принципе, давайте посмотрим внизу график. Но этот график для 2009 года, когда тоже Мексика выиграла. В 2008 году, если вы помните, был кризис, да, цены на нефть тоже упали. И Мексика застраховала в 2008 году цены, свои доходы от нефти на 2009 год. И вот что происходило. Она застраховала доходы по цене 70 с чем-то, 76, по-моему, долларов США, вот эта линия. А цены на нефть упали сюда, да. Соответственно, Мексика имела право продать не по этой цене свою нефть в следующем году, а по вот этой цене. Соответственно, все, что закрашено оранжевеньким, это то, что Мексика получила в себе в карман. Аналогично в 2015 году. Следующий пример, в 2016 году. Тоже застраховано, но пока что случится непонятно, да. Уплачено 1,1 миллиарда долларов. Цена исполнения контракта 49 долларов США. И на 212 миллионов баррелей продажи нефти. Сколько сейчас цена на нефть? Подбирается потихоньку к 40, к 50, да, 40 с чем-то, да, 48. Но в среднем до текущего периода пока Мексика выигрывает. Хотя нужно учитывать, опять же, сколько она заплатила за премию. Но в целом пока стратегия выигрышная. Все может поменяться в следующем полугодии, да, ну, как есть пока. Понятно, как работает такое хеджирование. Но есть проблема, опять же. Почему только Мексика использует? Были и последователи. В 93-м году Эквадор посмотрел на Мексику в 91-м году, когда она выиграла небольшие 20 миллионов. И решил, а что мне так не сделать? Застраховать на следующий год, с 92-м на 93-й год, свои доходы от продажи нефти. Застраховали, заплатили несколько миллионов долларов и проиграли в следующем году. Что случилось в 93-м году? Поднялся большой коррупционный скандал. Парламент обвинил во всех грехах Министерство финансов, Центробанк, МВФ в том числе. Сказали, как это вы так тратите деньги, неизвестно на что. Представьте ситуацию в России, да, если вы застраховали, мы вдруг потеряли. Жириновский стоит на трибуне и кричит, ах, вы самые главные диверсанты, пятая колонна и так далее, да. То есть иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Но основная цель исполняется. То есть вам главное застраховать, чтобы цена на нефть была не ниже того, что вы хотите. Если выше, вы проиграли, но тем не менее вы продадите свою нефть гораздо больше, по более высокой цене. То есть проблема исключается очень низких доходов государства. Другая проблема, опять же, рынок опционов. Это не биржевой рынок. Вам придется договариваться с банками, а у банков, опять же, ресурсов немного. Если, например, Саводовская Аравия решит застраховать все свои доходы, да, миллиардные, и пойдет Goldman Sachs, тебя покачает головой и скажет, вы что, вы сумасшедшие. То есть на это надо будет создавать консорциумы банков. То есть довольно-таки сложно представить себе, что крупные игроки на нефтемном рынке будут страховать, используя финансовые инструменты. Но тем не менее, даже в России, по-моему, обсуждались такие механизмы. Как оно есть? Следующий слайд, пожалуйста. Давайте перейдем к примерам двух стран. Хорошим игроком НФЛ и плохим игроком НФЛ с точки зрения финансов. Может быть, они хорошие игроки в нефти, в футболе, но плохие игроки в плане распрояжения богатства. Хороший игрок. Норвегия. Норвегия в 2014 году занимала 23 место по доказанным запасам, 5,5 миллиардов, но у них больше газа сейчас в последнее время осталось. В следующем слайде мы посмотрим, как меняется производство нефти и газа. 15 место по добыче нефти, 1,9 миллионов баррелей. 12 место по экспорту, 1,28 миллионов баррелей. Страна небольшая, 5,2 миллиона человек, но зато одна из самых богатых. Шестое место по паритету покупательской способности ВВП. То есть 68-430 долларов США. Впереди только очень маленькие страны, такие как Лексенбург, Катар, Бахрейн. То есть страны, в которых почти нет оселения. Но очень много ресурсов. Нефтяной сектор, 20% ВВП. Нефтегазовый сектор, если учитывать газ. То есть, в принципе, значительный объем, но, тем не менее, не настолько уж большой. На нефть и газ приходится 45% экспорта. То есть много экспортируется несырьевых ресурсов, тяжелое множество строения, продукты, по-моему, алюминия есть, корабли, оборудование для куборовых платформ и очень много другого. Следующий слайд. На этом графике показано производство нефти и газа, начиная с момента, когда добыли первую нефть в 1971 году. Вы видите, что зеленая часть — это нефть, и красная — это газ. Желтая и синие — это разные конденсаты газовые, НГЛ и лисконденсат, но, в принципе, не столь значительный. Что видно? Что пик нефти уже был пройден в 2001 году. Производство нефти теперь сокращается. Постепенно ресурсы истощаются. Они заменяются другими ресурсами, газовыми ресурсами, но, тем не менее, Норвегия уже на плато. То есть они ожидают, что нефть и газ постепенно исчезают из жизни Норвегии. Следующий слайд. Давайте поговорим немножко о истории, как создавалась отрасль нефтяная в Норвегии и как она повлияла на жизнь Норвегии. Я уже рассказывал про голландскую болезнь и упоминал про Гронинген, месторождение газа в Гронингене. Так вот, это месторождение связано, опять же, с нефтью и газом в Северном море. И когда был обнаружен газ в Нинкалландии, страны соседние начали постепенно изучать возможные ресурсы у себя. И оказалось, что очень-очень много нефти находятся на шельфе в Северном море. Ну, в Норвегии еще дальше идет море Норвежское и Баренцево море. Соответственно, Норвегия начала принимать шаги, чтобы застолбить за собой эту нефть. В 1963 году было объявлено, что Норвегия имеет суверенитет над континентальным шельфом, то есть над частью моря, которое непосредственно прилегает к Норвегии. Начались переговоры с соседними странами, прежде всего с Великобританией и с Данией, по поводу раздела шельфа. И в 1965 году договоренность была заключена по медианной линии, то есть посерединке делили море между Данией и Великобританией. Там еще немножко есть нефти и в Германии, и в Голландии, но с Норвегией они не связаны, у них нет границ. В Норвегии ходит байка. Когда поделили, оказалось, что основная нефть находится на территории Великобритании и Норвегии, а Дании почти ничего не досталось. И норвежцы шутят, что накануне подписания этого договора о демаркации датский министр напился и подписывал договор не глядя. На самом деле, конечно, делили это байка, все делилось по медианной линии, но тем не менее, факт остается фактом, Дании перепало очень мало от дележки Пирога. Ну хорошо, поделили территорию, а теперь осталось разведать территорию и добывать нефть. Собственной экспертсизы у Норвегии не было. Нефть только открыли, до этого нефть не добывали в Норвегии. Соответственно, начали приглашать иностранные компании, работали американские, британские компании. По-моему, Royal Dutch Shell активно проводила разведку на территории Конституционального шлифа Норвегии. И вот в 1969 году «Филипс Петролиум» открыла первое месторождение, которое оказалось довольно крупным, экофиск в Северном море. И в 1971 году началась надобычная месторождение. Дальше пошли новые открытия. Крупные месторождения Stadfjord, Goldfax, Oseberg, Troll. Если говорить о экофиске и Oseberg, все слышали, наверное, о марке Brent. В последнее время месторождение Brent полностью истощено. Соответственно, чтобы поддерживать саму марку нефти, используется смесь из разных месторождений в Северном море. Так вот, экофиск и Oseberg включены сейчас в марку Brent. То есть нефть из этих месторождений включается в смесь Brent. Следующий слайд. На этом графике видно, как постепенно открывались месторождения нефти. Крупные месторождения были открыты до 1990 года. Как я называл это, экофиск, Stadfjord, Troll и Oseberg. После 1990 года все меньше и меньше, все менее крупные месторождения открывались в Северном море. Постепенно разведка и добыча переходила в Севернее, в Норвежское море и в Баренцево море. Но в Баренцево море в основном только газ. То есть нефть постепенно заканчивается в Норвегии. Следующий слайд. Хорошо, нефть добыли. Построились скважины, точнее, буровые платформы. Остается решить, как распределять доходы от этой нефти, как делить нефтяную ренту. Правительство Норвегии изначально говорило о том, что всю нефтяную ренту она будет забирать себе. Понятно, что не совсем все, но какие-то крохи должны оставаться компаниями, которые ведут добычу и разведку. Но, тем не менее, основная масса нефтяной ренты поступает доходы Норвегии. В 1970 году была создана нефтяная государственная компания Statueil, одна из крупнейших мировых нефтяных компаний нынче. И был разработан принцип 50% части Statueil во всех лицензиях, которые были выданы на разработку месторождения в Северном море норвежскими Баренцево. Этот принцип потом менялся в зависимости от сложности месторождения. В 1985 году система была немножко реорганизована. Кроме того, что была Statueil-компания государственная правительство напрямую стало участвовать в разработке нефти. То есть был создан фонд прямого участия State Direct Financial Interest, который вкладывал в инвестиции при разработке и добыче и строительстве нефти, скажем, но в то же время получал какую-то долю от участия в проектах. В 2001 году опять же была создана компания Эпитора, которая управляет теперь фондом прямого участия правительства Норвегии. Следующий слайд. На этом графике показаны доходы государства от нефтяной отрасли. Откуда берутся доходы? Как я сказал, есть компания Statueil, которая дает свои дивиденды, но они обычно очень небольшие, это самая верхняя часть синенькая в этом графике. Вторая часть это доходы прямого участия правительства Норвегии в разработке месторождения. Это зеленая часть. В 2000 каком-то году они появились. Если брать 1985-1986 годы, вы видите отрицательные величины инвестиций SDFI. В дальнейшем эти инвестиции начали превосить доходы. Но основная масса доходов нынче поступает от налогов. Это простые налоги корпоративные 28-27%. И плюс специальный налог на нефтяную отрасль. То есть 50%. То есть все нефтяные компании, которые работают в Норвегии, платят налог на прибыль. И этот налог в сумме составляет 78% или 77% еще, по-моему. То есть очень значительная величина. То есть изымается очень большая доля всех доходов нефтяной ренты, которые имеют Норвегия. Что видно из этого графика? А видно то, что доходы непостоянны. Они иногда падают, иногда растут. И они полностью воспроизводят поведение цены на нефть. Вот если посмотреть 86-й год, когда цены на нефть упали, доходы начинают постепенно падать. Вот в этой части показать не получится. Здесь часть падения нефти. Потом долгий период 90-х годов, когда цены на нефть были низкие. 98-й год падение цены на нефть. Потом 2000-е, когда цены на нефть высокие. 2008-й год видите падение. И последние годы, 14-15-е, опять же падение доходов от нефти. Теперь представьте, что если мы эти доходы тратим полностью, вчера мы потратили очень много на образование, медицину, на строительство собственной армии и так далее. А сегодня доходы упали. поддерживать на том же уровне не получится. Придется залезать долги. И вот эта проблема часто встречается в странах нефтяных стран. Мы разберем пример Венесуэлы, в которой полностью доходы, расходы следуют друг за другом. Норвегия поступает мудрее. Следующий слайд. Прежде чем прийти к мудрости руководства Норвегии, поговорим о влиянии нефти на экономику Норвегии. 1971 год это левая часть и последний 2015 год. Красная линия это доля нефтяных и газовых доходов в общем экспорте Норвегии. Опять же, эта доля меняется с ценами на нефть и на максимум не достигала около это только нефть, только 50%. То есть 50% от всего экспорта это много, но тем не менее не очень страшно. Сегодня в 2015 году 40% от всего экспорта. Синяя линия это доля инвестиций. Зеленая доля нефти, нефтяного сектора ВВП, а желтая это доля дохода государства. То есть все видно ведет себя в тесной связи с динамикой цен на нефть, кроме инвестиций. Инвестиции немножко по-другому. Но видно же также две тенденции. Во-первых, увеличение нефтяных доходов и влияние нефтяных доходов на экономику, и во-вторых, сильное влияние цен на нефть на поступление нефтяных доходов. Следующий слайд. Как повлияла нефть на рост в экономике? Здесь данные по валовому внутреннему продукту на душу населения, то есть выпуск на душу населения. Четыре страны. Три скандинавских и Финляндия, которые рядышком. Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция. Данные начиная с 1900 года по 2010 год. То есть исторические данные. И, как я сказал, данные на душу населения. Норвегия здесь зелененькая. Синенькая это Дания, темно-синяя это Швеция. Что видно? Вплоть до 70-х годов Норвегия была бедным ребенком среди скандинавских стран. Вместе с Финляндией. То есть выпуск на душу населения был довольно-таки высокий, но тем не менее ниже, чем у Швеции и Дании. Если посмотрите вот этой точки, зелененькая линия лежит ниже, синенькие линии. Это Дания и Швеция. Потом обнаружили нефть. И что стало зеленой линией? Она ушла вверх. И сегодня Норвегия самая богатая скандинавская страна. То есть нефтяной сектор напрямую дал большой толчок для роста доходов в Норвегии. Следующий слайд. На этом графике еще более видно, как изменялся доход на душу населения в Норвегии по сравнению с Швецией. Что показывает этот график? Это ВВП на душу населения в Норвегии деленный на ВВП на душу населения в Швеции. Если с 1900 по 80-й годы по 75-й год Швеция была богаче, то линия лежит ниже, чем 100%, то потом начинается рост Норвегии и теперь 40% чем Швеция, если измерять ВВП на душу населения. То есть для Норвегии это дар. То есть дает большой толчок доходов и соответственно экономика растет. Но понятно, что это не может длиться бесконечно, когда нефть закончится. На примере Венесуэлы там не совсем закончилась нефть, мы увидим как влияет замедление темпового роста нефтяного сектора. Следующий слайд голландская болезнь, да? Испытала ли Норвегия голландскую болезнь? Здесь два графика. С левой стороны это доля занятости в промышленности в общей занятости экономики. Данные опять же с 1900 года по 2010. В 50-х годах после войны Норвегия испытала сильный толчок промышленности, большая индустриализация и занятость промышленности выросла. А вот начиная с 70-х годов доля промышленности занятости начала сокращаться. Можно сказать, что голландская болезнь. Но пока на этом остановимся, на следующем слайде мы поговорим более подробно. Голландская ли это болезнь? С другой стороны, до 70-х годов крупнейшим экспортом Норвегии было производство продажа рыбы и морепродуктов и плюс корабли. Судостроительная отрасль была одной из крупнейших в мире. Продавались большие и маленькие корабли. Постепенно это все замещалось азиатскими странами, но тем не менее Норвегия была одним из лидеров по производству судов. Добыли нефть, много доходов. Согласно голландской болезни у нас реальный обменный курс начинает расти. Становится менее конкурентным производство больших судов. Однако в Норвегии поступили хитро. Они начали замещать судостроительную отрасль на отрасль, которая связана с производством платформ для бурения и оборудования судов, которые обслуживают эти платформы. Если посмотрите на красную линию, это производство буровых платформ, которое начало расти. А производство судов начало снижаться. Произошло замещение внутри отрасли. То, что нужно нефтяной отрасли, начало увеличиваться. То, что неконкуренто способно на мировом рынке, начало снижаться. Но здесь есть маленькая загвоздка. Норвегия вводила протоксионистские меры в этом периоде. Она субсидировала сильно производство судостроительной отрасли. То есть здесь импортозамещение в определенном смысле сработало. Последние годы это снижается, но тем не менее эффект значительный оказало. Можно сказать, один из малых примеров, в которых действительно импортозамещение работает. То есть в целом это довольно-таки нехороший инструмент. То есть с одной стороны кажется голландская болезнь есть. Следующий слайд. Но если мы посмотрим на то, как менялась доля 70-х по 10-й год, доля промышленности общей занятости, не только для Норвегии, но и других стран. Германии, Швеции, США, совсем не нефтяные страны. У них происходило то же самое. Голландская у них болезнь, но у них нефти нет. На самом деле вполне возможно, что изменения происходили за счет сервисизации экономики. То есть экономика становится богаче, все больше потребляется не товаров, а услуг. И соответственно сдвигается производство и занятость в сектор услуг. То есть на самом деле такое же изменение в занятости происходило и в других странах. точно сказать, что это была голландская болезнь довольно сложно. Следующий слайд. Ну, как я сказал, есть вторая проблема. Проблема волатильности, с которой Норвегия довольно хорошо справляется. В Норвегии был создан в 90-м году стабилизационный фонд, в котором в дальнейшем был переименован государственный пенсионный фонд, глобальный государственный пенсионный фонд, в который направляются все поступления от нефти и газа Норвегии. То есть мы складываем все в копилочку, мы не тратим ничего. И в 2001 году было введено правило, тратить мы можем только проценты, которые набежали на эту копилочку. То есть вы получили какой-то доход по акциям, облигациям, недвижимости, которую вы купили в эту копилочку, и этот процент вы можете потратить, но не сам фонд, и не дополнительные либо меньшие доходы. То есть вы видите, постепенно копилочка росла и достигла, как бы там рассказывал, 700 900 чем-то, 800 чем-то миллиардов долларов США, то есть довольно-таки большая копилочка. Вкладывает Норвегия в разные активы, в акции, в основном в акции, потому что они имеют более высокий доход в долгосрочной перспективе, облигации, недвижимость, небольшая доля, доходность в каждый период времени меняется, но в среднем оценки 4%, которые, в принципе, потребляются государством. Следующий слайд. В Норвегии этот фонд используется для двух целей. Не разделяется стабилизационный фонд и фонд будущих поколений. Мы уже видели, что нефть заканчивается, да, газ увеличивается, но тем не менее производство нефти и газа на плато. Вполне возможно, в будущем все будет гораздо хуже. Понятно, что нефть закончится, потратили богатство как плохой игрок и будущим поколениям ничего не осталось. Но в Норвегии, как и в других развитых странах есть проблема. Население живет все дольше, а молодых все меньше. То есть есть ожидание, что в будущем у нас будет все меньше работников, которые будут обслуживать все больше стариков. То есть для того, чтобы платить пенсии старикам, молодые должны платить все больше и больше налогов. И тут приходит идея, а зачем нам повышать налоги в будущем? Мы можем сберечь нынешние высокие доходы от нефти для будущих поколений. То есть не будем повышать в будущем налоги, а будем давать старикам из этой копилочки. Поэтому и фонд пенсионный, государственный пенсионный глобальный фонд. То есть мы решаем проблему демографическую, которая в России опять же тоже стоит очень большая, но с решением довольно-таки все сложно. Слева график. На этом графике показана доля стариков, то есть пенсионеров 67 лет и больше в численности работающего населения для Норвегии, страны европейских, Дании и Швеции. Видно, что ситуация будет ухудшаться. В принципе в демографии все довольно-таки легко считается и можно просчитать, что население будет стареть. с правой части это чистые трансферты, то есть то, что дает государство человеку, минус то, что он забирает, в зависимости от возраста, от нуля до ста лет. Так вот, для молодых государство дает больше, понятно, что для образования какие-то выплаты социальные для матерей и так далее. И для стариков дает очень много. А для людей работающих оно забирает. И чем больше у нас будет стариков, тем больше придется отдавать. То есть нужны деньги. И еще больше и больше денег будет в будущем нужно для этих целей. То есть копилочка очень будет нужна. Не надо ее тратить сегодня. То есть фонд исполняет роль сберегательную. Следующий слайд. Ну, кроме того, фонд исполняет цель стабилизации. Мы пытаемся сгладить наши доходы государства от влияния цен на нефть. Как это работает? Синее большой прямоугольник это копилочка, фонд. Сверху падают поступления от нефти. Дальше. Из этой копилочки идет не все, что получили от нефти в этом периоде, а идет только 4% дохода среднего от этой копилочки. То есть то, что получается в виде сливок на наш большой пирог. Кроме того, в фискальный бюджет поступают еще и нефтяные доходы, то есть то, что не связано с нефтью и газом, и все это расходуется на текущие государственные нужды. А в силу того, что тратим только маленькую долю от всего фонда, а фонд не сильно зависит от цен на нефть, то и расходы государства также не будут сильно зависеть от цен на нефть. То есть такой механизм позволяет сглаживать доходы и расходы государства и избежать проблем волатильности обменного курса волатильности доходов влияния на нефть. Следующий слайд. Слева график. Это структурный бюджетный дефицит Норвегии в текущий момент с 2001 года по 2015 год. Этот структурный дефицит, то есть доходы не нефтяные государственные минус расходы с знаком минус, то есть наоборот расходы минус те доходы, которые поступают не от нефти. Они растут. Но и 4% от растущей копилочки тоже растет. Это синяя линия с левой стороны. То есть видно, что дефицит структурный бюджет покрывается за счет процента от нефтяных доходов, процента от фонда, в который вкладываются нефтяные доходы. С правой части это оценки правительства Норвегии, Министерства финансов в плане доходов от нефти и от того, сколько будет поступать из копилки. Светлая синяя линия это ожидаемые доходы от нефти, текущие ожидаемые доходы от нефти с 70 по 2060 год, по-моему. То есть видно, что правительство ожидает, что в дальнейшем поступления от нефти будут падать. однако копилочка синяя линия начиная синяя как прерывистая линия это то, что дают проценты от копилочки. Они будут падать не настолько быстро и будут давать какие-то дополнительные ресурсы, которые очень понадобятся в будущем. То есть видно, что доходы от нефти упадут, но тем не менее она будет еще долго-долго играть свою роль для пополнения дохода государства. Следующий слайд. Хорошо. По времени сколько у нас остается? 4 на 15 минут, наверное, да? Давайте перейдем к плохому игроку Национальной нефтяной лиги Венесуэла. Венесуэла латиноамериканская страна, все знают. С одной стороны ей повезло. У нее самые большие запасы нефти в мире на текущий момент. Первое место 298 миллиардов долларов баррелей нефти. Если поддерживать текущее производство, это хватит на 300 лет. То есть казалось бы, а что там для будущего поколения? Нам еще 300 лет жить и не плакать припеваючи, да? То есть с точки зрения сберегательного им накапливать венесели смысла слова нет. Однако основные эти запасы это в красной части на рисунке на карте. Это Куэс Ринока это тяжелая нефть. Она очень плохая нефть, сернистая, дает очень мало хороших фракций. И кроме того она очень дорогая, ее добывать очень сложно. Нужно много капитальных положений, затрат, экология плохая. То есть нефти это много, но не очень хорошая нефть. То же самое в Канаде, да? Большие месторождения в Атабаске бетонных песков. Но исторически с левой стороны сверху есть озеро Маракайба. Там исторически были первые месторождения нефти. В принципе до сих пор добывается нефть. Нефти много. 12 место по добыче в текущий момент, 8 место по экспорту. Население Донисуэлы гораздо больше, чем Норвегия, 31 миллион жителей. Страна среднящок, то есть не очень богато, 16700 долларов США на нашу население. А вот влияние нефти значительно больше, чем Норвегия. 25% ВВП, зато 95% всего экспорта. То есть кроме нефти Венесуэла почти ничего не экспортирует. То есть все зависит от нефти. Следующий слайд. Немножко истории. Исторически история нефти в Венесуэле гораздо дольше, чем Норвегия. И когда нефть была открыта, Венесуэла таково еще не существовало. Была страна, безусловно, объявлена независимость, но связанные регионы были очень слабые, никакой инфраструктуры. Управлялись периодически различными диктаторами, очень много индейцев, непроходимые тропические леса. Страна была сельскохозяйственная и очень малоразвитая. Нефть впервые добыли в 2014 году, как сказал у озера Маракайба. Здесь рисуночек вышки на озере Маракайба. В это время Венесуэлой руководил Хуан Висенте Гомес, которого называли самым за красивые усы, ну и за хитрость. Обычный каудилия, диктатор, военный. Ему подфортиру обнаружили нефть. И чтобы набить собственный кошелек, начали приглашать западные компании выдавать лицензии на конкурсах, а в конкурсах выигрывали друзья Гомес. И те друзья перед продавали эти лицензии уже иностранной компании. Ну понятно, что друзья делились. То есть компании приходили, начинали добывать нефть, но много получал и Гомес, его друзья. То есть коррупция, по тем временам это обычное дело. Но с другой стороны, какие-то деньги начал тратить Гомес и на инфраструктуру. То есть начали прокладываться дороги, то есть страна была объединена, постепенно начал появляться производство, но Гомес считал, что образование не нужно, зачем людям, простым, простому людо образование, поэтому в образование почти ничего не укладывалось. То есть человеческий капитал Гомес не думал. Рост производства произошел очень быстрый рост производства, Венесуэла стала ведущим экспортером нефти после США, ведущим экспортером и вторым производителем после США. США очень сильно торговалась с Венесуэлой, потому что в это время в Мексике основном торговом партнере США по нефти происходили не очень хорошие вещи связанные с национализацией и поэтому США всегда искала замену мексиканской нефти и от Венесуэла было хорошим подспорьем. Но одновременно происходила голландская болезнь, как сказал, страна была сельскохозяйственная, постепенно доля сельскохозяйства начала сокращаться с одной третьей до тысячи экономика росла, добывалось все больше и больше нефти, постепенно отрасль нефтяная начала национализироваться, как это происходило в других странах. В 43-м году был принят закон о добыче углеводородов, который делил прибыли компаний и государств на 50 на 50. В 46-м году он наконец был принят. На этой картинке портрет дядечки Хуан Пабло Перес-Альфонсо это один из самых известных человек в нефтяной отрасли, один из создателей ОПЕК. Он был министром нефти в Венесуэлле и в принципе был инициатором создания ОПЕК наряду с министром нефти Саудовской Аравии. В 60-м году была создана Багдадская конференция, на которой был создан ОПЕК и опять же как я сказал Хуан Пабло Перес-Альфонсо был инициатором ее создания. В дальнейшем нефть была полностью национализирована в 76-м году, в этот же год начала проводиться программа по диверсификации, развивалась промышленность, хотя опять же с премьерным успехом. И интересная цитата Хуанна Пабло Перес-Альфонсо лет через 10 или через 20 вы увидите нефть погубит нас. Это экскременты дьявола. Он предвидел что случится с Венесуэллой. Следующий слайд. То есть отрасль нефтируется двигалась в сторону государства, государство в конце концов полностью национализировало ее. В 2003 году ЧАВЕС полностью поменял руководство нефтяной компании ПСДВА Венесуэлы. Были попытки создания стабилизационного фонда в 1998 году от график сверху это как менялся объем стабилизационного фонда в течение времени начиная с 1998 по 2015 год если не ошибаюсь. До прихода ЧАВЕСа точнее первые годы ЧАВЕСа стабилизационный фонд достиг 6 миллиардов и после этого его потратили и забыли. То есть он формально существует но его никто не пополняет там лежат 3 миллиона несчастных долларов то есть свои основные цели не выполняет. То есть все деньги которые поступают в Венесуэле от нефти они тратятся на текущее нужное. И вот 15-й год экономический кризис. По прогнозам МВФ в 15-м году вообще статистические данные Венесуэлы очень неточные как и любой стране в которой есть проблемы. В 15-м году по прогнозам МВФ ВВП упал на 10% бюджетный дефицит 20%. Сейчас он финансируется за счет печатного станка просто деньги печатают соответственно гиперинфляция 720% ожидается в этом году. Следующий слайд. Но об этом еще поговорим на последних слайдах. А теперь по влиянию нефтяной отрасли на экономику МВФ. Как и в случае Норвегии изначально это было благо. То есть видно что рост ВВП на душу населения следовал за производством нефти на душу населения. Но начиная с 70-х годов в конце 70-х было достигнуто плато даже падение ВВП и даже сегодня пока уровень 79-го года не достигнут. То есть изначально был рост экономики в дальнейшем никакого влияния серьезного нефтяного отрасли не оказывает влияние но не оказывает положительного влияния. Следующий слайд. Если сравнить Венесуэлу с другими странами Латинской Америки и Испания Аргентина Чили Венесуэла Испания жирная синяя линия это Венесуэла видно что когда добыли нефть начали добывать нефть в 20-х годах Венесуэла начала обгонять все страны в том числе Испанию ВВП на душе на стене росло 79-й год падение ВВП и на том месте и остались все другие страны начали догонять Испания очевидно давно обогнала Венесуэлу то есть изначально было благо а впоследствии стало проклятие нефти Следующий слайд ну и нынешний кризис слева это график цены на нефть видно что сейчас цена на нефть упала второй график это бюджетный дефицит Венесуэлы еще до того как цены на нефть упали и Чавес и Мадуро тратили огромные деньги то есть сверх того что поступало от нефти и других налогов то есть бюджетный дефицит рос и сегодня он достигает 20% то есть огромнейшая сумма ожидается что в ближайшее время дефолт хотя Мадуро обещает что я всегда буду выплачивать суммы проценты по долгу но все может случиться и вот с правой стороны это ВВП видно что он тоже менялся сильно с изменением цены на нефть и последний график последний слайд а не последний слайд с левой стороны это официальный и рыночный обменный курс в Венесуэле фиксированный обменный курс официально но проблема в том что этот курс в раз сейчас посчитаю сколько 10 в 100 раз меньше чем рыночный точнее 100 раз больше чем рыночный то есть на самом деле по официальному курсу вы ничего не купите вы не сможете достать эти доллары только очень приближенные персоны к правительству могут приобрести валюту по такому курсу вам нужно использовать рыночный курс а вот рыночный курс тут есть проблемы это черный рынок за это могут оштрафовать поэтому это часто приводит к очень интересным примерам есть в Венесуэле автомобильная промышленность в которой работали крупные компании американские Ford General Motors так вот сейчас чтобы импортировать комплектующие нет возможности купить доллары соответственно фирмы автомобильные прекращают производство то есть в этом году производство автомобилей практически упало до нуля хотя раньше производили довольно-таки крупные очень большое количество сотни тысяч автомобилей и резервы резервы сокращаются причем основная масса резервов это оранженькое золото а не валюта ликвидная валюта и вот тоже была недавно новость что в Швейцарию отправился корабль с золотом из Венеселлы для выплаты долгов для выплаты процентов по долгам то есть тратятся резервы даже золото ну и последний слайд это дефолт ожидаемый здесь две кривых синенькая это цена на нефть а красная линия это перевернутая кривая кредит дефолт свопс то есть показывает вероятность дефолта то есть если мы инвертируем красную линию увеличение означает увеличение вероятности дефолта то есть видно что вероятность дефолта полностью следует за цену на нефть поэтому и Мадуро сейчас ведет таким образом он ожидает что цена на нефть повысится и соответственно вероятность дефолта упадет то есть ставит очень играет опасную игру которая может закончиться плачев то есть с Венесуэлла все понятно то есть видно что это очень плохой игрок ведет себя как обычный игрок средней национальной футбольной лиги и вполне возможно грозит дефолтом и прочими проблемами ну а Норвегия ведет себя очень хорошо как примерный и соответственно все будет у них хорошо так ну на это наверное все сейчас еще два слайда давайте я покажу первый следующий слайд два объявления это уже связано немножко с рекламой не с нефтью хотя может и с нефтью в том числе здесь Виталий утвердит у нас в РЭШ намечаются два мероприятия если у вас есть планы и желание заняться экономикой и желание поучиться на мастерских программах в РЭШ 20 июня в 19.00 РЭШ проводит День открытых дверей в отеле Мариотт Кортят Вознесенский переулок 7 у вас будет возможность познакомиться с руководством программ профессорами студентами выпускниками и с первых уст узнать что значит учиться в РЭШ и какие перспективы ждут студенты выпускников РЭШ кроме того вы можете узнать о проведении олимпиады РЭШ и вступительных экзаменах а также узнать о магистрских и мастерских программах у нас много теперь программ магистр экономики экономика энергетики вот Виталий здесь присутствует финансы инвестиции банки мастер наук по финансам мастер финансов кроме того у нас будут маленькие мини-классы профессоров из РЭШ приходите но надо зарегистрироваться регистрация на нашем сайте и следующий слайд еще одно мероприятие это День в РЭШ если предыдущее мероприятие это проходит не в Сколково не у нас в здании РЭШ то следующее это с 11 по 25 мая вы можете прийти приехать в Сколково и посетить здание РЭШ узнать что такое РЭШ изнутри вы сможете провести целый день в стенах школы посетить лекции семинары и неформальные мероприятия пообщаться с студентами поиграть в кикер все знают что такое кикер настольный футбол одним словом почувствовать себя по направленным РЭШ но опять же нужна регистрация зайдите на наш сайт и зарегистрируйтесь все спасибо если есть вопросы буду рад ответить если есть вопросы поднимайте руку я к вам подойду добрый день у меня в общем-то основной вопрос такой макроэкономическая зависимость цен на нефть с учетом того что все понимают что она в общем-то больше не производится а уменьшается а потребление растет то есть гипотетически о падении цен на нефть быть не должно есть вопрос да но есть спасибо за вопрос гипотически да только вопрос никто не знает когда нефть закончится то есть это очень очень отдаленная перспектива запасы доказаны не доказаны все это время меняется пик нефти откладывался очень долгое время есть известный эксперт Дэниэл Эрджин который предсказывал пик нефти в прошлые 30 сколько лет 40 лет назад каждый год и все этот пик отодвигался отодвигался и сегодня он опять же понятно из-за сланцевой нефти не достигнут то есть да безусловно где нибудь в будущем цена на нефть будет расти то есть тренд какой-то должен очень-очень медленный тренд не заметно в течение 10 лет в течение 20 лет он будет заметен в течение столицы а сейчас более важные факты которые влияют на спрос на нефть как ведет себя экономика глобальная есть ли финансовый кризис есть ли финансовый кризис или нет финансового кризиса ну и опять же производство нефти то есть появляется сланцевая нефть исчезает сланцевая нефть и так далее игроков ну саудускарая понятно очень крупные игроки у него свободные мощности чтобы играть если есть желание они могут устроить большую пляску здесь с ценами на нефть но желания у них пока нет у них желание вытеснить американских производителей и в принципе это более-менее удалется но опять же если цена на нефть поднимется американские производители очень быстро вернутся но у России у России нет свободных мощностей и в принципе производство будет ожидается что падать сейчас в принципе ресурсы простые мистеров в день добыча снижается а вот сложные там где шельф там где арктика все это еще впереди тут непонятно что будет управление богатством ну это немножко разные страны все-таки Россия более диверсифицированная страна и более развитая в плане промышленности и других отраслей в Саудовской Аравии да есть большой фонд мы уже видели что фонд в десятку точно входит да и в принципе значительная сумма поступает пытаются сглаживать поступление цен на нефть то есть нивелировать влияние цен на нефтный бюджет сейчас они его тратят очевидно в силу того что цен на нефть низкие причем очень быстро тратят но тем не менее у них довольно длительное время идет пятилетние государственные планы по развитию экономики пытаются развивать и образование у них довольно неплохая инфраструктура но промышленность понятно что это может быть только то что ориентировано на нефтяную то есть переработка нефти может быть нефтехимическая промышленность услуги недвижимость то есть то что касается не другого сектора промышленность так таковая это будет довольно сложно у России опять же тут проблема что фонды есть но накапливались они очень довольно странно то есть очень высокий порог был от течения после которого деньги шли в резервный и фонд национальное благосостояние поэтому накопили очень мало ожидали что все будет хорошо и в итоге сейчас имеем то что имеем то есть такие суммы сколько там сейчас 50 миллиардов резервного фонда потратится очень быстро если цены на него будут нескими да меня слышно у меня два вопроса первый такой наверное слегка наивный на что же в Венесуэле так тратили деньги что все потратили а уровень жизни не вырос то есть вроде как обычно оправдывают популистской политикой такие траты куда же все деньги ушли что вообще никому ничего не досталось второй вопрос тоже про Саудовскую Аравию я бы уточнил как на ваш взгляд долго они будут держать свой курс привязанный к доллару и ну какая мотивация ими движет потому что понятно что при текущих ценах на нефть они так долго не выдержат и на что же они рассчитывают спасибо спасибо за вопросы ну вот действительно первый вопрос я уже показывал график потому что связь производства в Венесуэле нефти и вопонодушное население было сильное влияние понятно что проводились крупные проекты развития инфраструктуры образования и оказало это серьезное влияние но вопрос что нет сглаживания влияния цен на нефть в Венесуэле большая проблема не то что не вкладывает в развитие экономики вкладывали может быть не совсем эффективно но Чавес в принципе этим занимался он проводил большие вложения в развитие социальной инфраструктуры образования строительство для бедных снижение неравенства полностью то есть все реформы в принципе казались бы нормальной с точки зрения развивающихся стран но вопрос что денег тратилось очень много то есть не думали о завтра что может цена на нефть упасть что в будущем тоже надо тратить на инфраструктуру тоже надо тратить деньги на какие-то государственные нужды а может их не хватить то есть нужно тратить но разумно сглаживать доходы и расходы государства и как в Норвегии например все довольно-таки неплохо сейчас несмотря на падение цены на нефть а второй вопрос так что что а привязка да во многих стран Персидского залива курс валюты привязывается к доллару США то есть держится фиксированным но опять же у них есть очень мощный инструмент стабилизационный фонд то есть мы знаем что курс валюты тесно связан в российской например валюты тесно связан с колебаниями цены на нефть но вопрос что это проблема связана с тем что когда цены на нефть высокие мы очень много тратим внутри страны и это приводит к удорожанию курса а когда цены на нефть маленькие мы тратим малые поэтому этот курс становится более дешевым в странах где есть стабилизационные фонды это влияние частично нивелируется то есть курс поддерживать фиксированным не очень сложно то есть сам инструмент стабилизационного фонда позволяет фиксировать курс и избегать проблем связанных с фиксацией но опять же понятно что фонд не резиновый в конце концов он может закончиться и тогда действительно возникнет проблема еще вопрос спасибо за лекцию у меня такой вопрос вы показывали как Мексика хеджировать через опционы а вот такой вариант хеджирования допустим создание перерабатывающих мощностей там вторичной переработки или создание кластеров по нефтепереработке нефтегазовых нефтехимических производств где повышена добавленная стоимость уже продажа продуктов с высокой добавленной стоимость где цена самой нефти сердца уже там будет достаточно низкой почему почему стран как венесуэла не задумывается о построении заводов по переработке это дали срок много там заводов венесуэле большая нефтепеработающая промышленность тоже но вопрос что часто бывает невыгодно продавать продукты по переработке а выгоднее сырую нефть но опять же с хеджированием с точки зрения хеджирования здесь довольно-таки сложно сказать насколько сильно это позволяет сгладить влияние цен на нефть вам важно убрать ресурсы из экономики но когда вы строите заводы внутри страны все равно вы эти ресурсы составляете внутри страны то есть повышение цены на нефть означает что что-то внутри страны будет кто-то получит больше или получит меньше стабилизационные фонды всегда вкладывают иностранные акции иностранные облигации то есть вы убираете полностью эти денежные доходы из страны и соответственно у вас не будет влияния денежного условно скажем когда же вы тратите внутри страны на строительство заводов либо на работу этих заводов на субсидирование этих заводов в любом случае будет влияние на курс на инфляцию то есть все проблемы голландской болезни останутся то есть нужно именно отделить да вот какие-то нефтеперерабатывающие продукты так же все равно будет сильно сказывать влияние да да а нефтегазохимия ну опять же все это тратится внутри страны то есть простой принцип то что вы потратите внутри страны это повлияет на инфляцию на зарплаты повлияет на реальный курс то что вы тратите за рубежом дополнительные доходы от нефти на вашу страну не повлияет спасибо еще вопросы есть добрый день ой слышно нет у меня наверное вот тоже будет у меня несколько вопросов если можно подряд задать или могу да 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 по очереди да вот наверное вопрос будет по поводу хеджирования цен мы видим что у нас вот одна страна так отличилась захеджировалась и у них все окей вопрос почему другие страны не хеджируются и у меня абсолютно дилетантские вопросы такие вот для общего развития это раз и во вторых если не возникает ли параллельного вопроса по поводу неких неофициальных квот про что речь что если все страны одновременно обратятся по поводу хеджирования в тот же Goldman Sachs или Merrill Lynch во первых это колоссальное влияние на финансовые рынки в части цен да а во вторых здесь имеет место быть политическая подоплека и как вариант Америка просто не позволит ну вот оказать такое влияние на их рынок и не возникает ли определенных вот таких неофициальных квот что ребята из 10 условных единиц которые вы хотите захеджировать мы возьмем только 5 потому что все 10 и они просто обрушат рынок ну вот как вариант постаралась ну хорошо спасибо за вопросы давайте начну со второго вопроса ну в принципе я об этом говорил что влияние на финансовый рынок может быть значительным то есть это не биржевой рынок и вам придется обращаться к тому же Goldman Sachs и соответственно если вы идете с 10 миллиардами баррелей 10 миллионов баррелей по какой-то цене то у Goldman Sachs таких и денег нет то есть понятно что здесь возможно либо консорциумы банком либо вообще невозможна такая ситуация ну и политическое влияние ну всегда договоренности могут возникать да безусловно первый вопрос другие страны тоже хеджируются кроме неудачного опыта Эквадора о котором я рассказывал Колумбия пыталась в последнее время Колумбия есть страны не нефтяные например Ямайка которая тоже пыталась хеджировать но с другой стороны например от повышения цен на нефть Техас тоже имеет опыт хеджирования как штат США то есть таких стран не очень много но в принципе есть примеры есть примеры удачные неудачные я хотел бы еще задать вот такой вопрос как вы оцениваете прогнозы стоимости баррелей нефти в течение двух лет увеличение до 265 долларов там есть некоторые прогнозы такие ну спасибо за вопрос но здесь как говорится знал бы перекуп жил бы в Сочи да ну вы сами знаете что цену на нефть предсказать довольно-таки сложно и факторов очень много можно много рассуждать о факторах которые повлияют не повлияют но лучший прогноз это текущая цена да на этом остановимся вопрос еще есть вот еще меня больше на самом деле наверное интересуют вопросы с уклоном в политику и наверное экономической географии что ли вот как-то вот в эту сторону вот вы говорили по поводу того что Норвегия она переориентировалась судостроение на машиностроение именно в области нефтедобычи я правильно понимаю что именно вот строительство производство оборудования для добычи и так далее они делали именно для внутреннего потребления и в этом был их главный гениальный ход ну насчет гениальности опять же это сложно но да верно все это ориентировалось на внутренний рынок то есть понятно что отрасль была новая абсолютно и субсидировалась довольно-таки сильно но тем не менее ориентировались на внутреннюю отрасль на норвежскую прежде всего по-моему и даже сейчас экспорт незначительный именно то что связано с нефтяными платформами больше вот если можно наверняка вы изучали этот вопрос как они в подвязке к машиностроению скажем так ориентированному на добычу они решали вопрос с технологами вот у них как вот вот это вот да вот здесь я боюсь я вначале комментарий давал что я не специалист в сладкости нефти и впрочем да то есть технология это не ко мне извините а можно еще вопрос да нет вопросов да ага еще вопрос вот по поводу бюджета Норвегии правильно ли я понимаю что бюджет Норвегии как раз вот состоит из вот этих вот плюс он относительно такой фиксированной какой-то константа то есть вот эти вот 4 процента которые они имеют доходов с использования национального фонда ну там или фонда благосостояния да там неважно вот плюс доходы от прочей деятельности то есть условно говоря вот это вот наши доходы и соответственно за доходами у нас идут расходы а поскольку они относительно там постоянные то и вот такое вот существенного влияния на бюджет они не имеют то есть они достаточно легко и непринужденно считают свой ежегодный бюджет да все верно то есть действительно доходы сглаживаются на колебании и поэтому можно легко предсказывать что было и еще следующий вопрос вот каким образом они формируют структуру своего вот этого портфеля национального фонда с которого у них капает вот эти вот доходность 4 процента куда они куда они размещают они размещают вот эти накопленные средства скажем так да в акции облигации собственных компаний да национальных либо они точно так же там вот инвестируют в облигации Америки ну я уже говорил простой принцип то что тратится за рубежом не влияет на экономику то что внутри влияет то есть тратится на иностранные компании там есть ограничение не более 3 процентов на акции за рубежной компании но тем не менее только иностранные компании то есть 97 получается они вкладывают или как вкладывают в акции я уже не помню долю конкретно ну можно зайти на сайт министерства финансов Норвегии либо центробанка там есть ссылка на фонд глобальный и там все полностью расписано прозрачность этого фонда 10 то есть все каждая деталь все вы можете узнать из сайта большая доля большая часть вкладывается в акции иностранных компаний да то есть есть ограничения в какие акции вкладывать есть компания которые не выполняют не подчиняют так скажем не удовлетворяют этическим нормам то есть замешанных коррупцией финансирование военных конфликтов и так далее то есть в эти компании точно вкладываться не будет большая доля там 30% я точно не помню опять же смотреть это облигации то есть это не только государственные облигации могут быть надежные корпоративные облигации ну и небольшая доля недвижимости опять же иностранной недвижимости акции потому что наиболее высокий доход если посмотреть ну в принципе это Баффета да все знают что долгосрочные вклады в акции в принципе это лучше всего да то есть наиболее высокий доход вот есть ли какие-то какая-то информация по поводу того что после 15-го года Норвегия как планирует переориентировать свое производство то есть если там например 71-го года когда они начали активно все это развивать у них получается судостроение они скажем так заменили на производство техники для добычи нефти да то сейчас вот как они планируют перестроиться есть есть вот какие-то такие стратегические программы это же интересно на самом деле на самом деле здесь много не скажу но последнее время довольно-таки сильная либерализация торговли происходит Норвегии отмена субсидий то есть страна становится очень либеральной в плане развития бизнеса поэтому государственных планов здесь все все меньше и меньшую роль играют то есть будет развиваться как обычно развитые рыночные государства как Швеция как Британия США и так далее то есть никакого особого плана по развитию экономики я думаю не будет насчет планирования индустриального это опять же это промышленная политика может быть политика развития но не политика развитых стран здесь источник роста абсолютно другие Валерий добрый вечер спасибо за информационную и интересную лекцию живой трепещью я бы сказал у меня вопрос более практичный более приземленный и к нашей родной стране да вы правильно сказали что действительно налог нефтяная рента составляет сейчас 12% ВВП России но если смотреть структуру бюджета Российской Федерации то там у нас до 60% все смежные отросли и так далее чтобы никому не показалось на самом деле мы очень сильно зависим от нефти грубо говоря наши доходы это безусловно сейчас ежемесячно различные министерства в том числе именно проморазвитие разрабатывают многочисленные проекторы как во-первых сгладить а это неожиданное падение цен на нефть да и какие у нас долгосрочные перспективы там 17-18-19-й год к сожалению все сводится к тому что ребята затяните потуже ваши пояса вот наши деньги прогорают и так далее можно услышать ваш рецепт скажем так сглаживание как опытного профессора лучшего экономического вуза России вот и как бы грубо говоря ваш рецепт полный комплект советов действующим правительством спасибо большое довольно сложный вопрос еще ответить несколько минут проблема действительно серьезная и связанная не только с падением на нефти а то что закрыт доступ на рынки финансовые западные то есть привлекать долги да на самом деле рецепт должен быть не сжимание госрасходов наоборот их увеличение в текущий момент да то есть пытаться контрциклическую политику проводить но это приводит тому что ну есть отрасли которые более больше скажем сильнее влияют на рост экономики но вопрос что деньги это быстро закончится да дезернового фонда очень мало а в долги привлекать будет очень сложно есть попытка сейчас там привлечения но опять же то есть я не совсем в курсе в дел но проблема есть то есть нужно будет переходить к долгам с долгами есть проблемы за санкции монетарную политику лучше не трогать то есть монетарная политика есть цель снижения 4% все должно оставаться как есть то есть постепенно снижение безусловно это только передо тому что было венесуэле да ну рецепта очень мало об этом думать надо когда цены на нефть высокие никогда низкие да попробовать хеджировать но опять же тут насколько это большой объем будет насколько он сильно повлияет надо Ну, в любом случае, это деньги из своей же собственной экономики. Ну, сложно. Здесь, опять же, все связано. Проблемы надо решать заранее, думать вперед, а не задним думалом. Ну, я думаю, давайте на этом будем заканчивать. Спасибо большое Валерию. Поблагодарим его. Я думаю, он не сразу убежит. У вас будет возможность еще задать вопросы лично. Ну, или сразу же, чтобы не сдавали. В общем, ловите. Спасибо вам, что пришли на последние мероприятия цикла «Жизнь после нефти» совместно курилки Гутенберга и российско-экономической школы. Обязательно следите за нашими анонсами и приходите еще. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. 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 Спасибо.